Святая Церковь Он однажды учил народ и разъяснял им, что такое Царство Небесное и Вечная Жизнь. И один законник, тот, то есть человек, который занимался изучением Священного Закона, подошел к Спасителю и спросил, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать Вечную Жизнь?» Спасителю и понял, что он его искушает, и поэтому спросил его, «А как в законе написано, как ты там читаешь?» И законник говорит, в законе написано так, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей, всей укрепощей твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Спаситель ему говорит, «Ты правильно отвечал, делай так и будешь жить». Но он, желая еще найти какую-то, какой-то уловить в каком-то слове Спасителя, говорит ему, «А кто мой ближний?» И Спаситель сказал такую историю. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Кто был на Святой Земле, знает, что с Иерусалима на Иерихон дорога ведет через пустыню. Там ничего нет и никого нет. Там живут звери, всякие гады, и разбойники, которые и сейчас где-то там провышляют изредка. И человек проходил в те времена из Иерусалима в Иерихон, в пустыню, но в него напали разбойники, сняли с него одежду, изранили его, оставили его живым и ушли. По случаю той дороги проходил священник. Он подошел, посмотрел на израненного и прошел мимо. Потом проходил левит, это помощник священника. Тоже подошел на израненного иудея, посмотрел и прошел мимо. Наконец проходил дорога самарянин, то есть человек, который считался самым лютым врагом иудея, а иудей считался самым лютым врагом для самарянина. Самарянин увидел иудея, лежащего в ранах ограбленного, сжалился над ним, взял вино, елей, масло, промыл ему раны, перевязал, посадил на своего осла, привез в гостиницу, служил ему, а когда отъезжал, позвал содержателя гостиницы и дал ему два динария, ну, динария, то дневная плата. Монету два динария дал и говорит, позаботься о нем, если ты истратишь больше, я когда буду возвращаться, тебе верну. И спросите, спрашивает законника, кто, как ты думаешь, был ближний тому, кто попался в руки разбойнику? Ну, и законник сразу ответил, тот, кто оказал ему милость. И Господь говорит ему, иди и ты делай так же. Такую священную историю сегодня предлагает нашему вниманию Святая Православная Церковь. Есть много толкований на эту историю, но мы всегда смотрим на святых. Они учат нас, как правильно любить Бога, как любить Бога всей душею, крепостью, помышлением, сердцем, и как любить ближнего, правильно любить ближнего, как самого себя. Эти примеры мы видим на святых угодниках Божьих. И сегодня память святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Это очень яркий пример того, каким должен быть христианин. и любить Богу, и любить ближнему. Святый Иоанн, когда был еще юношей, 16 лет, он был благочестивым, ему во сне явилась прекрасная дева в прекрасных одеждах. На голове маслячный венец, такой из маслячного древа, венок. И разбудила его. Он проснулся, видит, она наяву перед ним стоит. И он говорит, что ты тут делаешь, и как ты сюда попала? И она ему говорит, я старшая дочь великого царя. И я пришла, чтобы сказать тебе, если ты будешь следовать за мной, то я тебя возведу на небо и поставлю перед лицом великого царя. Потому что я имею великое дерзовение. Я самого Бога низвела с неба на землю. Он принял на себя человеческую плоть, чтобы спасти людей. Сказал эти слова, эта прекрасная дева стала невидимой. И Иоанн понял, что это была добродетель милосердия. И он начал творить дела милосердия. Но когда он стал патриархом Александрийским, через какое-то время уже, это он, первое, что сделал, он призвал к себе всех экономов и говорит им, пойдите по Александрии, по всей, и перепишите всех моих господ. А экономы ему говорят, владыка, какие у тебя господа? Ты сам господин. Какие могут быть в Александрии для тебя еще господа? Он говорит, мои господа, те, которых вы называете нищими и убогими. И они поняли, что он хочет, чтобы они ему принесли список тех, кто нуждается в своей жизни. Они сделали такой список, все обошли людей. И он приказал выдавать этим бедным людям регулярно нужное и необходимое для человека пропитание. Он делал дела милосердия на каждом шагу. Один раз он шел по дороге, и к нему подошел, ну, бедный человек, попросил милосердия. Он дал ему там, ну, сказал, что дай ему там шесть серебряных монет. Но это были хорошие деньги. Тот взял деньги в карман, пошел переоделся и снова приходит к нему. И снова просит. Он говорит, слуге, дай шесть монет. Он дал снова. А слуга говорит, этот только недавно тебя просил, то есть опять пришел. Он говорит, он молчит. Потом через какое-то время он опять переоделся, пришел третий раз просить милости у него. И слуга опять говорит, он третий раз приходит просить у тебя милостыню. А он говорит, слуге, дай ему два раза больше. Может быть, через него Христос искушает меня, как я распоряжаюсь его богатством, не моим, а Христовым богатством. Есть такой назидательный пример, как он, будучи милосердным, и других делал милосердными. Он пришел в больницу с одним епископом. Тот епископ был скупой. Но он имел при себе деньги. И святый Иоанн знал, что он имеет деньги, и начал ему говорить, смотри, какие люди бедные, нуждаются, им нужно лекарство, им нужно пропитание. Дай им милостыню. Это он сказал при людях. И тот, ему жалко было, но ради людей, чтобы мне сказали, что он скупой, он взял, раздал, ну, золотые монеты у него были. Ну, там, по тем измерениям, у него было 30 литр золота. Литры – это определенное количество золотых монет. И он раздал все эти монеты тем нуждающимся в больнице. Пришел домой, ему так стало жалко этих денег, что он заболел. Он слег на постели, был болезнью. И святый Иоанн узнал, что он заболел, и он знал, от чего это, что от скупости. Он пришел к нему и говорит, слушай, я вижу, что ты заболел, тебе жалко денег, которые ты раздал. Вот тебе и те деньги, которые ты раздал. 30 литр золота принес тебе. Вот, бери. А ты мне напиши расписку, что я, ну, отказываюсь от тех даров, которые Бог мне должен дать за мою милостыню, пусть эти дары возьмет Иоанн. И на такую расписку написал, дал руки святому Иоанну. И там прошло время, он уснул вечером, он уснул, видит во сне прекрасный дом, прекрасная местность. И на доме с золотыми буквами написано, жилище и место покоя епископа Троила. Но его так звали, имя было Троил. И он так обрадовался, что у него на небе такой дом, и видит, что приходят какие-то юноши и стирают эту надпись и говорят, нет, нет, уже не Троила, уже другого. Написали селение и место покоя Иоанна, патриарха, Александрийского, который он приобрел себе за 30 литров золота. И он понял, что ту награду, которую Бог ему готовил за его милосердие, он отдал святому Иоанну. И святитель Иоанн пришел к нему, и вот тот ему рассказал эту историю, он говорит ему, дорогой, надо быть милосердным, и ты себе там тоже еще построишь один дом, и может больше домов, только быть милосердным. И он послушался святого Иоанна, и сам стал милосердным. Святой Иоанн, он живя, как патриарх, живя среди народа, среди вельмож, часто приходилось участвовать в каких-то таких, ну, по нашим мероприятиях, пиры, какие-то там собрания, и он понимал, что он человек, и в этом, что он боялся, чтобы самому не суетиться в этом так вихре жизни. И он приказал, значит, своим слугам, чтобы они сделали ему гроб. Но чуть-чуть не доделали, вот там еще несколько каких-то элементов нужно добавить, чтобы он был готов. И как он только где-то на перу находится, все там, значит, уже выпьют, поедят, развеселятся, разогреются. Слуги должны приходить и ему говорить о гробе. И так было, что он сидит там с этими вельможами, там, кушает пищу, пьют вино, там, и слуги приходят и говорят вслух, чтобы все слышали. Господин, владыка, мы, вот ты гроб приказал нам построить, мы уже почти все сделали, еще чуть-чуть осталось. И эти слова слышали и другие люди, и они действовали не только, напоминали святому Иоанну о том, что он на земле странник, но и многие люди разумлялись ставили себя в нужные рамки. Такой благоразумный был святитель Иоанн Милостивый. Еще один пример расскажу, как духовную милость он оказывал. Он был патриархом и следил за всем, что, ну, за нравственной жизнью своих клириков, за монахов. и ему донесли одни люди, что видели молодого монаха, который ходил с красивой молодой девушкой по Александрии, три дня ходил. Они донесли, сказали, он, наверное, с ней совершает грехи. Ну, патриарх поверил людям, что такое, ну, что будет молодой монах, молодая девушка ходить три дня по Александрии. Он приказал схватить их выпороть хорошо и посадить темницу. Вечером ему является во сне этот монах и снимает с себя одежду и показывает ему такие изполосанной спину, груди. Говорит, ты так правишь своим стадом, так тебя Бог учит управлять своим стадом, за что ты меня побил? И оделся и ушел от него. Он проснулся, уже не мог спать до утра, утром послал в темницу за тем монахом, чтобы его привели к нему. Когда тот пришел монах, он увидел, что это точно тот же самый, который появился с ней. Ну, собрались люди, и он говорит, а ну, покажи, где там тебя били, знаки. он снял одежду, и точно то, что он видел, все такие же полосы по спине и по груди, то были на этом монахе. Но вместе с тем они увидели, что этот монах Емнух. Емнух это человек, который не способен к плоской жизни. И они поняли, что они обмануты. Патриарх понял, что он поверил наветникам, клеветникам. Он попросил прощения у него и говорит, ну, все-таки ты же ходил с девушкой, но ты же виноват. Он говорит, да, я ходил. Но причина такая, был он в каком-то городе, этот монах, и к нему подошла молодая красивая девушка. Говорит, я хочу спастись, помоги мне. Он подумал, это какое-то искушение и убежал от нее. она вслед закричала, я еврейка, я хочу оставить веру еврейскую, хочу стать крестьянкой, хочу жить крестом. Мне не хочет никто помочь. Если ты мне не поможешь, и я погибну, ты будешь отвечать за мою душу. И он испугался этих слов и остановился, подошел к ней, взял ее с собой, нашел священника, крестил, потом она захотела пойти в монастырь. И он искал женский монастырь, три дня искал по Александрии, раньше, но сейчас такси, троллейбусы, автобусы, а тогда пешком ходил, три дня искал монастырь. Ну и люди увидели, что он ходит с ней. Но почему, они не знали. Они донесли святому, а святой его наказал. И святитель после этого услышал все это, он сказал такое, что никогда никого не судите. Особенно монахов. Потому что у них подвиг тайный. И они иногда совершают такое дивное, и Бог им поручает совершать такое дивное и великое, что мы не можем в это вникнуть и понять этого. Поэтому судить никого нельзя, особенно монаха. это слова святителя Иоанна Милостивого. То есть это духовная милость, когда человек не судит другого. Если увидит падшего человека или падающего человека, то он сочувствует ему, хочет Господи, помоги ему. Если это так, что он действительно падает, то помоги ему, укрепи его, дай ему силу встать и не упасть. Это христианское отношение к тому, кто согрешает. Это является духовной милостивной. Пусть Господь молитвами святителя Иоанна помогает нам на примере святых учиться любить Бога всей душею, всем сердцем, крепостью, помышлением своим и ближнего своего, как самого себя. А это любовь, которая совершается по отношению Бога, выражается в исполнении заповедей Божьих. А любовь ближнего означает, когда человек себя жертвует ради ближнего. Пусть Господь помогает нам так жить, чтобы мы стали на небе причастниками вечного блаженства Христи Иисусе Господи нашим, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Аминь.